Не так давно сотрудники Комитета госконтроля выявили ряд нарушений в лесохозяйственной отрасли. В результате проверок было обнаружено, что в 11 лесхозах Гомельской области вносили недостоверные данные в отчёт о результатах лесовосстановления, за что в последующем должностные лица и работники получили премии. Подробности в материале Вероники Гомзюковой. Все лесохозяйственные учреждения страны вносят свой вклад в выполнение государственной программы «Белорусский лес». Гомельская область – не исключение. Цель программы – лесовосстановление. Программа, очевидно, работает. Если в 1994 году лесной фонд «Беларусь» составлял общей площадью около 8600 тысяч гектаров, то в прошлом году более 9500. Увеличилась и лесистость страны с 35,5% в 1994 году до 39,8% в 2018. Что касается нашей области, то по отчётным данным за прошлый год лесоводы Гомельщины в категорию ценных лесных насаждений ввели более 8,5 тысяч гектаров участков лесных культур. Однако в результате проверок сотрудники Комитета госконтроля, прокуратуры и госинспекции охраны животного и растительного мира обнаружили несоответствие действительности с отчётностью. Ряд лесхозов приукрасил данные о результатах лесовосстановления. В одних случаях при переводе лесных культур в ценные насаждения не учитывались высота и количество деревьев. В других лес и вовсе отсутствовал на переводимых участках. Офачины были мониторингом практически все лесхозы области. В 11 лесхозах были установлены факты необоснованного перевода лесных культур в ценные лесные насаждения. Всего где-то около 150 гектар по области получилось. Например, в Ветховском спецлесхозе около 80 гектар лесных насаждений были переведены в ценные лесные культуры. И при этом где-то около 40 гектаров практически с отсутствием древостой. Благодаря припискам в отчётах работники трёх лесхозов получились бюджеты необоснованные премии на сумму около 100 тысяч белорусских рублей. На сегодняшний день Комитет госконтроля Гомельской области совместно с правоохранителями продолжают заниматься этим вопросом. В Комитете государственного контроля области полагают, что в лесхозах сделают соответствующие выводы. Ведь в результате этих проверок дисциплинарной ответственности привлекли более 100 должностных лес лесхозов и Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения. На сегодняшний день, если говорить о ветеранском спецлесхозе, то те незаконные премии, которые были получены по итогам 2018 года за выполнение мероприятий, соответственной программой «Белорусский лес по лесовосстановлению», практически уже возвращены. В следующем году, в начале января, март, я думаю, не погасит это незаконно полученное сыство из бюджета. Средний возраст зелёных насаждений в стране – 56 лет. С каждым годом количество лесов увеличивается. В порядке таких критериев, как лесистость, площадь и запас растущей древесины на одного жителя, Беларусь входит в первую десятку лесных держав Европы. Вероника Гомзюкова, Валерий Гопанько. Специально для программы «Де-факто».